Привет! Что читаете? Сегодня дежурное по чтению я, Светлана Облязова. В этом выпуске я расскажу про новинку фонда Дворца книги «Ильчинцев Орли. Когда я вернусь, будь дома». «Ильчинцев Орли» популярный восточный писатель, живет в Стамбуле, автор девяти романов, которые на русском языке выходили в издательстве АСТ. С 12 лет публиковался в молодежных газетах, сочиняя рассказы прямо за школьной партой. Свою первую книгу «Сладкая соль Босфора» написал в возрасте 24 лет, причем на русском языке. По образованию журналист, более 10 лет проработал в СМИ. Лауреат ряда литературных молодежных премий. Сафарли признается, что самое приятное в писательстве – это то, что есть мир, где можно скрыться от так называемой реальности. Хотя если она одна общая, на всех это под большим вопросом. И наслаждение связано не с тем, что автор своих творений всем как бы управляет, а с тем, что там между строк есть то, что ты любишь и то, что готов принять. Тут круглый год зима, колкий северный ветер, он часто форчит низким голосом, но бывает переходит на крик, не упускает из плена белесую землю и ее жителей. Многие из них с рождения не покидали этих краев, гордясь своей преданностью. Есть и те, кто из года в год убегает отсюда на другой берег океана, в основном шатенки с яркими ногтями. В последние пять дней ноября, когда океан смиренно отступает, склоняя голову, они с чемоданчиком в одной руке и с детьми в другой спешат к причалу, закутавшись в коричневые плащи мантии. Дамы из тех, что преданы родины, сквозь щели закрытых ставень, провожают взглядом беглянок, ухмыляются, то ли из зависти, то ли от мудрости, придумали себе ад, обесценили свою землю, полагая, что лучше там, куда еще не добрались. Нам с твоей мамой тут хорошо. Вечерами она читает слух книги о ветрах, торжественным голосом, с гордым видом, причастной к волшебству. В такие минуты Мария напоминает ведущих прогнозы погоды. Скорость достигает 20-40 метров в секунду, дует постоянно, охватывая широкую полосу побережья. По мере движения восходящих потоков ветер наблюдается на все более значительной части нижней тропосферы, поднимаясь вверх на несколько километров. На столе перед ней стопка библиотечных книг и чайник липового чая, заваренного с сушеной апельсиновой коркой. За что ты любишь этот неугомонный ветер, спрашиваю. Возвращает чашку на блюдце, перелистывает страницу. Он напоминает мне меня, молодую. Когда темнеет на улицу, почти не выхожу. Отсиживаюсь в нашем доме, где пахнет ройбушем, размягченной глиной и печеньем с малиновым джемом, твоим любимым. Оно всегда у нас есть. Мама твою порцию убирает в шкаф. Вдруг ты, как в детстве. Бежишь из знойного дня на кухню за базиликовым лимонадом и печеньем. Не люблю темное время суток и темные воды океана. Они гнетут тоской по тебе. Дома, рядом с Марией, мне легче. Становлюсь к тебе ближе. Не буду тебя расстраивать. Расскажу о другом. По утрам до обеда мама трудится в библиотеке. Книги тут единственное развлечение. Все остальное почти недоступно из-за ветра, сырости и характера местных жителей. Есть танцевальный кружок, но туда мало кто ходит. Я работаю в пекарне недалеко от дома. Вмешиваю тесто. Ручную. Мы с Амиром, моим компаньоном, печем хлеб. Белый, ржаной, с оливками, фиольными овощами и инжиром. Вкусный. Тебе бы понравился. Не используем дрожжи, только натуральную закваску. Печь хлеб – подвиг трудолюбия и терпения. Это не так просто, как кажется, со стороны. Не представляю себя без этого дела. Я словно и не была человеком цифр. Хочу познакомить тебя с теми, кто тут подчас, сам того не ведая, делает нас лучше. Разве имеет значение, что нам под 70? Жизнь – постоянная работа над собой, которую никому не поручишь, и от нее бывает устаешь. Но знаешь, в чем секрет? В дороге каждый встречает тех, кто добрым словом, молчаливой поддержкой, накрытым столом, помогает части пути пройти легко, без потерь. У Марса с утра хорошее настроение. Сегодня воскресенье, мы с Марией дома. На утреннюю прогулку пошли все вместе. Оделись потеплее, захватили термос с чаем, двинулись к заброшенному причалу, где в тихую погоду отдыхают чайки. Марс не распугивает птиц, ложится неподалеку и мечтательно на них поглядывает. Шили ему теплую одежду, чтобы пузо не застудил. Я спросила Марии, почему Марс совсем как человек, любит наблюдать за птицами. Они абсолютно свободны, по крайней мере, нам так кажется. А еще птицы подолгу могут быть там, где не важно, что произошло с тобой на Земле. Прости, заговорился, чуть не забыл познакомить тебя с Марсом. Наш пес, помесь такса и дворняги. Взяли его из приюта недоверчивым и запуганным. Отогрели, полюбили. У него грустная история. Марс несколько лет провел в темном чуане. Хозяин нелюдь ставил над ним жестокие эксперименты. Психопат умер, а еле живую собаку обнаружили соседи, передали волонтерам. Марс не может оставаться один, особенно в темное время суток, скулит. Вокруг него должно быть как можно больше народу. Беру его с собой на работу. Там и не только Марса любит. Хоть он и угрюмый малый. Почему мы назвали его Марсом? Из-за огненно-коричневой шерсти и характера, такого же сурового, как природа этой планеты. К тому же он хорошо чувствует себя на морозе и с удовольствием барахтается в сугробах, а планета Марс богата залежами водяного льда. Улавливаешь связь? Когда мы возвращались с прогулки, снег усилился. Провода покрылись белыми наростами. Одни прохожие радовались снегопаду, другие бронились. Как же важно не мешать друг другу творить волшебство, пусть и маленькое, у каждого оно свое. На листе бумаги, на кухне за приготовлением супа, в провинциальной больнице или на сцене притихшего зала. Немало и тех, кто творит волшебство при себя, без слов, опасаясь выпустить его наружу. Нельзя стоять под сомнение таланты ближнего. Не стоит задергивать шторы, мешая кому-то наблюдать, как творит волшебство природа, заботливо укрывая крыши снега. Кстати, вот какие отзывы оставляют читатели. Никогда не любила читать чужие письма, поэтому и книги относилась к предубеждениям. Но знаете, зашло. Странно, но оторжения совсем не было. И неизменная концовка «Скучаю, папа» до мурашек. Уже потом узнаем, зачем он пишет дочери, почему ему от этого становится легче. Любимая дочка. Он верит, что они обязательно встретятся снова. Настолько верит, что, возвращаясь от друга, в мелькнувшем на вокзале силуэте узнает свою дочку. Но она исчезает в толпе. Встретится ли главный герой со своей любимицей? В каком-то смысле да. А заканчивается все письмом жены к другу семьи. Вот тут я сломалась. Предательская слеза все-таки скатилась по щеке. Мне безумно понравилась эта книга. Это что-то особенное и невероятное. Я очень давно не читала книг, которые приводили меня в такой восторг и благодарность к автору. В ней прекрасный краткий слог, яркие метафоры и описание. Это легко и быстро читается. Само повествование построено в виде писем от отца к дочери. По ходу чтения мы узнаем обстоятельства, в которых эти письма пишутся, и после этого они воспринимаются еще острее и звонче. Важные идеи здесь рождаются порой из очень печальных событий. Читать эту книгу похоже на медитацию, в ее лучшем проявлении, когда есть странное чувство растворения и тех самых мурашек, слияние, ощущение истинности и мудрости ее мыслей. В самом простом описании она о жизни, об очень важных жизненных мыслях, в которых озвучиваются очевидные вещи, что нередко забываются или умалчиваются. Книга делает их вновь видимыми. Этих мыслей так много, что эти письма можно назвать живительным концентратом мудрости. Я очень рекомендую прочитать ее каждому. Это очень маленькая по размерам, но очень большая по смыслам книга. Боль. Боль в моей душе после прочтения данного произведения. До сих пор мне не по себе. Ильчин Сафарли смог тронуть мое черствое сердце. Растоптал и разобрал мою душу по кусочкам и без стеснения засунул обратно. Со слезами пишу этот отзыв, но от чистого сердца. Трогательные письма, столько боли в них, столько надежды, что смерть всего лишь страшный сон, и что она возьмет его письма и прочтет с улыбкой на лице. Тяжелое и теплое произведение, пропитанное грустью, шумом морских. Людям так много дается даром, а мы не ценим. Думаем об оплате, требуем чеки, копим на черный день, упуская красоту настоящего. Наш белый дом стоит в 34 шагах от океана. Он много лет пустовал, дорожки к нему покрыты толстым слоем льда. Дымоход был забит песком, перьями, чаек, мышиным пометом. Печь и стены стосковались по теплу. Сквозь заеденевшие оконные стекла океан вообще не читался. Местные жители побаиваются дома, называя его мечес, что переводится как заражающий болью. Те, кто в нем поселялся, попадали в тюрьму собственных страхов, сходили с ума. Глупые доводы не остановили нас от переезда в дом, в который влюбились, едва ступив на порог. Быть может, для кого-то он стал тюрьмой, для нас освобождением. Переехав, первым делом растопили печь, заварили чай, а наутро перекрасили отогревшиеся за ночь стены. Мама выбрала цвет «Звездная ночь». Что-то среднее между лавандовым и фиалковым. Нам он понравился. Мы даже не стали развешивать по стенам картины. Зато полки в гостиной заставлены детскими книгами, которые мы читали с тобой. Помнишь, мама тебе говорила, если все наперекосяк, возьми в руки хорошую книгу, она поможет. Издали наш дом сливается со снегом. Утром с вершин холма видны лишь бесконечная белизна, зеленоватая вода океана и коричневые отметины, сжавых боков Юсьгера. Это наш друг, знакомься. Кладу в конверт его фотографию. Для чужого это состарившееся рыболовное судно. Для нас тот, кто напомнил, как важно с достоинством принимать перемены. Когда-то Юсьгер и блистал на могучих волнах, разбрасывая сети. Теперь усталый и смиренный живет на суше. Он рад, что жив и может хотя бы издали видеть океан. В каюте Юсьгера я нашел ветхий бортовой журнал, исписанный занятными мыслями на местном наречии. Кому принадлежат записи, неизвестно. Но я решил, что так беседует с нами Юсьгер. Вчера спросил Юсьгера, верит ли он в предопределенность. На третьей странице журнала получил ответ. Нам не дана воля управлять временем, но только мы решаем, чем и как его наполнить. В прошлом году сотрудники муниципалитета хотели отправить Юсьгера на металлолом. Если бы не Мария, Баркас бы погиб. Она перетащила его на наш участок. Прошлое и будущее не так важны, как настоящее. Этот мир, как ритуальный танец суфии в Сэма. Одна рука, повернута ладонью к небу, принимает благословение. Другая к земле, делится получено. Сохраняй молчание, когда все говорят. Говори тогда, когда слова твои про любовь даже сквозь слезы. Научись прощать тех, кто рядом. Так найдешь дорогу к прощению с себя. Не суетись, но не забывай, куда плывет твой корабль. Может, он сбился с курса. Когда мы с чемоданами подъезжали к этому городу, единственная к нему дорогу накрыла вьюга. Сверепая, слепящая, густо белая. Ничего не видно. Стоявшие по обочинам сосны в порывах ветрах листали машину, которая без того опасно раскачивала. За день до переезда заглянули в метеосводку. Никаких намеков на бурю. Началась так же неожиданно, как прекратилась. Но в те мгновения казалось, что конца ей не будет. Мария предложила вернуться. Это знак, что сейчас не время ехать, разворачивайся. Обычно решительная и спокойная, мама вдруг запаниковала. Я чуть было не сдался, но вспомнил, что будет за препятствием. Полюбившийся белый дом, океан с необъятными волнами, аромат теплого хлеба на липовой доске, тюльпановое поле Ван Гога в рамке на камине, морда Марса, дожидающегося нас в приюте. И еще много прекрасного. Нажал на педаль газа. Вперед. Вернись мы тогда в прошлое, многое бы упустили. Не было бы этих писем. Именно страх, а не зло, как часто полагают, не дает раскрыться любви. Так же, как волшебный дар может стать проклятием, страх приносит разрушение, если не научиться им управлять. Как же интересно принимать жизненные уроки, когда возраст далеко не юный. Великое невежество человека в его уверенности, что он все прочувствовал и пережил. Это, а не морщина и седина, самые настоящие старости смерти. У нас есть друг, психолог Жан. Познакомились в приюте. Мы забирали Марса, а он без хвостого рыжего кота. Недавно Жан опрашивал людей, довольны ли они своей жизнью. Большинство ответили положительно. Тогда Жан задавал следующий вопрос. Хотите ли вы прожить, как живете, еще 200 лет? Респондент перекашивал лица. Люди устают от самих себя, пусть и радостных. Знаешь почему? Они всегда ждут чего-то взамен. От обстоятельств, веры, поступков, любимых. Это просто путь, наслаждайтесь. Улыбается Жан и приглашает нас к себе на луковый суп. Договорились на воскресенье. Ты с нами? Луковый суп удался на славу. Интересно было следить за приготовлением. Особенно за моментом, когда натертые чесноком гренки Жан положил в горшочки супом, посыпал грюером и в духовку. Через пару минут мы наслаждались луковым супом, запивая белым вином. Мы давно хотели попробовать луковый суп, но как-то не доводилось. С трудом верилось, что это вкусно. Воспоминания о школьном бульоне с крупно нарезанным вареным луком не вызывали аппетита. Книга «Когда я вернусь, будь дома» – это размышления о любви и ее формах, поиск своего берега и жизнь вне смерти. Отец и дочь, заснеженный океан, перевернутые лодки, печенье с малиновым джемом. Хочется надеяться, что книга даст ответ хотя бы на один вопрос. Повествование построено на письмах отца к своей дочери. Раз за разом он сообщает, где был и что делал, и как переживал то или иное событие своей жизни, делал выводы. Сам автор так говорит о своей книге. Теперь я отчетливее ощущаю вечность жизни. Никто не умрет. Если люди любили друг друга в этой жизни, после они обязательно встретятся. Тело, имя, национальность – все будет иным. Но нас притянет как магнитом. Любовь связывает навсегда. А пока что я проживаю эту жизнь, люблю, иногда устаю от любви, запоминаю мгновения, бережно храню эту память, чтобы завтра или в следующей жизни написать об этом. А вот дойдут ли письма до адресата, можно узнать только, прочитав книгу. Найдете вы ее в Центре чтения нашей библиотеки. А вы читали личину Сафарли? Делитесь в комментариях. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин